Девушки отдыхают Будете сидеть далеко, может не дойти Хорошо, хорошо Вот видите, когда движение начинается в церкви, аминь Когда люди начинаются двигаться, передвигаться Я понимаю, я в церкви уже 16 лет почти скоро будет Представляете, как быстро бежит время И на самом деле, когда-то я здесь стоял на сцене Вот здесь примерно У меня была такая черная кофта, шарф такой Нас перекрестили и отправили на миссию в город Тюмень Сам я с Новосибирска, с улицы Кропоткина, наверное, знаете, да, всю такую улицу Мы выросли вместе с вашим пастором, учились в одном классе У нас есть общее прошлое, общее настоящее А самое главное, общее будущее Аминь, аминь А есть такие люди, которые, к примеру, им говорят в церкви поднять руку Они не поднимают Есть такие протестанты в квадрате Есть такие Поднимите руку Все, я только что вас лишил девственности В каком-то смысле, да, про поднятие руки Поэтому это здорово Классно, я понимаю, как бы, да, все Ну там вот все, кто сидят, так сидят Хорошо Особенно столпы церкви, видимо, да, я вижу вот некоторых Далеко, вижу плохо, вижу, да, они здесь руку подняли сразу Отлично На самом деле, я знаю, да, мы общались с вашим пастором Какой запрос, да, и я недолго думал, да И не сказать, что 8 лет молился Потому что, на самом деле, это вот моя тема, о которой я буду сегодня говорить Я знаю, что вы в этом двигаетесь сейчас И недавно я разговаривал, кстати, с одним пастором с Нижнего Тагила Вот рассказывал сейчас братьям И он говорит, новосибирцы везде первые Новосибирцы, они просто движняк Они двигаются, они целеустремленные Они достигают, они более Помазанные, более такие Зажженные, горячие Аминь, это есть, да, так или нет И даже если ты из другого города и приехал в Новосибирск То ты уже попадаешь Вот в этот, мы тут едем, да Я даже у себя, я в Тюмени еду Я просто могу навигатор держать, сидеть в телефоне Знаете, за рулем Здесь надо быть постоянно на Фоксе Тут постоянно кто-то тебя атакует Постоянно какая-то агрессия Постоянно кто-то хочет тебя подрезать Отжать, поджать, откусить И я помню, когда мы приехали в Тюмень Реально было так, что я шел с человеком, с тюменцем Да, ну иду кому-то проповедую, допустим И потом замечаю, что он отстал от меня шагов-то 20 Ну то есть, знаешь, я просто даже ходил в 6 раз быстрее И здесь очень важно, смотрите, что такое у нас и с Богом же бывает, да Мы приходим ко Христу, приходим к Господу, там, пройдя какие-то испытания, трудности в своей жизни, да Мы двигаемся, горим, мы хотим все захватить, везде служить, все делать И потом нападает тюменский дух, мы это называем, да То есть, ты никуда не торопишься, уже медленно тебе говорят, там, давай поближе к жертвеннику, давай, ты такой, да, да, давай, слышали Мы сейчас сначала от проповедую, посмотрим, что ты там нам нового расскажешь Знаете, можно, конечно, это от осла принять, да, помните, вот, ослица, да, говорила Вот, но давайте, я просто не буду хвастаться, да, хвалюсь только Господом Вот, у меня прекрасная жена, трое детей, да Вот, я управляю международной компанией, в которой больше, чем 200 филиалов Больше 15 лет я служу в церкви и служу в международном служении предпринимателям Выручка нашей компании в прошлом году только теми, которыми я управляю, если не брать всю Россию Составила больше, чем полмиллиарда рублей, вот, при этом, как бы, у меня есть огромное количество друзей Знакомых, с кем мы вместе служим, у меня есть большое количество каких-то активов И самое главное, что я, так получилось, да, слава богу, научился достигать большого количества целей Управлять большим количеством объектов и начал это все даже не с нуля, а с минусом И я сегодня, наверное, правда, вам дам какие-то практические вещи Больше буду рассказывать не про себя, да, а больше буду рассказывать про какие-то инструменты Но знаете, я бы не хотел, чтобы сегодняшнее слово было таким, знаете, мотивирующим только для вас Да, ну, кто вообще любит, что его мотивирует, да Давай, давай, ну, я вам сейчас скажу одну фразу, которая вам не понравится Сколько дурака не мотивируй, максимум, что получишь, замотивированный дурак И здесь очень большой вопрос, как бы, да, что мы можем быть Знаю, что-то на тебя-то уже посмотрел Тут смотрите, момент какой Когда мы приходим в церковь, нам надо обнулиться Знаете об этом? То есть, потому что я сам, ну, ловил такой дух, да, фарисейство Ты приходишь в церковь, да, и ты такой, как бы, я уже все знаю А у кого такое было? Уже устал, как бы, от проповедей, уже устал от этого всего и так далее Ну, и ты уже, бывает, приходишь в церковь, ну, просто ради движухи Или по привычку, или по обыкновению И вот здесь очень важно быть готовым больше к слушанию, нежели чем к жертве И когда мы, мы сейчас ехали два дня сюда, да Такая не очень дорога, и мы так любим ездить, не торопясь, не по-новосибирски, да То есть, мы доезжаем от Тюмени до Омска, останавливаемся там в гостинице, ночуем И вот едем там 600-700 километров Сейчас нас ожидает еще поездка в Шереге, что будет такая международная бизнес-миссия Там съедутся даже уже с разных стран люди, предприниматели, бизнесмены, христиане в основном И я заметил, знаете, какую тему? Вот у кого так же? Ты едешь, допустим, куда-то, а потом едешь обратно И когда ты едешь обратно, дорога бы так или нет? А вы задумывались когда-то почему? Что? Все правильно, но на самом деле, да, ты знаешь конечную точку маршрута И ты уже знаешь дорогу, все верно Ты уже примерно понимаешь, и родные стены там и так далее, ты отдохнул и прочее Но самое главное, что ты знаешь уже место, куда ты едешь И сегодня я хочу поделиться с вами таким словом, которое называется «К цели с Богом» Кто вообще понимает, почему он в церкви, почему он стал христианином и какой его конечный маршрут? Кто не понимает, я вам скажу, наш конечный маршрут – это небеса Это место, где мы воссядем на престоле со Христом Иисусом Однажды одна сестра рассказывала мне о такой случае Она была на конференции, Дух Святой на нее сошел И ее отрубило на 30 минут где-то примерно Прямо во время служения Вот у кого-то такое может было? Ну, конечно, не когда вы просто уснули на служении А когда, то есть, ну вот И ей она видела видение И в видении она на небе оказалась И сидела на троне На троне Ну, таком, как бы, небольшой такой трон И рядом, она говорит, был большой трон, на котором сидел Христос И она, ее там приводили в себя, в чувства Ну, то есть, знаете, вот в Дух она попала Ну, нормально, да, про мистические вещи тут Хорошо все, как бы, видение, сны там, так далее Без каких-то крайностей Да, ну, вот такое с ней произошло С ее слов рассказываю И ее кое-как привели в себя, там, в чувства Даже ей там по щекам уже били Вот, ну, люди испугались, правда И она приходит такая в себя и такая говорит Я была на небе Я была на небе И такая, я сидела на троне И все такие Там, да ладно, сестра, не может быть Там, знаешь, и вот этот человек, который там служил Он был с другой страны Там такой божий человек И он так на нее посмотрел И говорит, глупая Ты уже там Понимаете, мы очень часто, как бы, не понимаем И не догоняем Что такое христианство И кто такой Христос И давайте, наверное, коротко Все-таки мы поймем Что такое цели А что такое миссия Все знают, да, эти слова У кого есть вообще миссия Я сегодня вас замучаю Руки поднимать У нас будет зарядка Я сейчас спину разминаю Есть миссия, да У кого есть цели У вас же цели устремленные от церкви Вы цели прописали там, да Повешивали на холодильнике У кого на холодильнике висят цели У кого холодильник Самое посещаемое место Квартир Вообще деньги и цели Лучше в Библию положить Ну, то есть Ты хотя бы в нее Заглянешь 100% И это классно Это здорово И вот смотрите Давайте мы, чтобы нам В понятиях не путаться, да Мы определим Что же такое цели А что же такое миссия И цели Это то, что мы хотим Получить на этой земле И это нормально То есть смотрите Вот хочешь купить новую машину Это нормально Хочешь большую домашнюю группу Это нормально Хочешь там, не знаю Что ты хочешь В отпуск поехать В путешествие Или так далее Это нормально То есть для христиан Нормально иметь цели Но цели должны быть Духовные Душевные И материальные Потому что если у тебя Будет только что-то К примеру У тебя будут только Духовные цели Да, и ты такой Уже левитируешь У себя в квартире В воздухе висишь Да, от того Что ты перепостился И перемолился Да, и у тебя жена Такая, как Помните Про гаишника было Да, она в коробке От телевизора такая Ты говоришь Все оба смотрят Аллилуйя Я молюсь Я уже 500-й день в посте Она такая Есть, хотим Детки необутые Такой, молимся Сестра Ну ты жену сестрой Постоянно называешь То есть вот Ну как бы такая тема Да А есть другая крайность Христиане Они такие уже Знаете Все, у них там Банные разговоры Братьев Да, три темы Машины Бизнес Ну и в крайнем случае Может быть еще Какая-то Одна Ну в каждом городе По-разному И Это тоже другая Крайность Но на самом деле Христианам цели Иметь нормально Аминь Аминь Второе Это миссия И вот миссия Она Очень связана С целями Но миссия Наша миссия Жизненная Человека Вы знаете Что у каждого Из нас Есть Наша Личная Миссия Мы это Называем В христианстве Призвание Мы это Называем Предназначение Аминь И конечно же У кого-то Есть похожие Миссии Но я вам Сейчас дам Откровение Как и Христос Является Личным спасителем Personal Jesus Так и миссия У тебя Своя Личная Твоя Да Она может быть Внутри церкви Внутри сообщества Внутри какого-то Служения И так далее Но у Бога Есть Зашоренное слово Конкретный план На твою жизнь И вот Важно В христианстве Его понять И познать И вот Миссия Это то Что мы хотим Оставить После себя На этой земле То есть смотрите Миссия Она проистекает За рамки Моей жизни Вот Если мы Посмотрим На апостолов Да на разных людей Которые книги К примеру Написали Там или еще что То есть Их уже нет На земле Но их дело Что Живо Живет И Если смотреть дальше Да Вот мы определили Эти понятия И теперь смотрите То что мы хотим Получить И то что мы хотим Оставить После себя На этой земле Я сейчас Я вам задам Сегодня три важных Вопроса Их будет Три всего Первый вопрос Меня наверное Не пустите Больше проповедовать Ну ладно Зачем Проповедовать Евангелие Зачем Проповедовать Давайте по другому Поставлю Зачем Вячеславу Конкретному Вот этому Человеку С которым Любит спать Ребенок Который Только что Сейчас здорово Про десятину Проповедовал Который Миссионер Который Служитель Зачем Тебе Лично Проповедовать Евангелие Данилу К примеру Сергею Коростелеву То есть Вот зачем Лично Мне проповедовать Евангелие Поручение Спасение Меня так Научили Мне проповедовали Евангелие Самому Об этом Говорит Библия Но это Не вопрос Вообще Миссии И тем Более Не вопрос Целей Потому что Смотрите Внутри Образ жизни Это все Не вопрос Зачем Не вопрос Лично Вот мы Сегодня Я говорю Я вас не буду Мотивировать Потому что Меня не надо Мотивировать Потому что На самом Деле Я вам Так скажу Вопрос Не Вот В общем Какой-то В жизни Вопрос В том Что Я Насколько Смог Разобрался В себе И в своей Жизни И в своем Предназначении В своих Целях И в своей Миссии Моя жизнь В принципе Очень простая Очень сложная Но очень простая И поэтому Наверное Получается Чего-то Достигать Потому что Большинство Христиан Большинство Верующих Людей Они Вообще Как Вот Есть Такая Два Покушу Три В уме Сколько Будет В голове Ну то Есть В каком-то Контексте Простой Жизни Христианина Человека На земле Мы так И не Разобрались Нам Уже По 40 По 50 Лет Мы по 20 По 30 Лет В церкви Но мы Так И не Ответили На ключевые Вопросы И Однажды Мне Этот вопрос В бане Задали И Все Посмеялись Ха-ха-ха Сказали Зачем Ты Баню Обламываешь А я Очень Сильно Задумывался И Я Ну Типа Да Ты Там На все Ходишь На отдых И тебе Говорят А вот Зачем Братьям Мы Проповедуем Евангелие И Это Вопрос Миссии И Вопрос Целей То же Самое Смотрите Зачем Зарабатывать Потом Мы В Евангелие Вернемся Давайте Я вас Приземлю Ну Вот Зачем Зарабатывать Понуждает К этому Род Чтобы Это Не Вопрос Зачем Смотрите Вопрос Зачем Это Всегда Личный Вопрос Личный Мой Вопрос Тебя Как Человека Если Мы Будем Отвечать На Вопрос Зачем Проповедовать Евангелие Я К себе Вот Так Ответил На Этот Вопрос Давайте Мы Потом Еще Одно Место Прочитаем Но Прежде Я Скажу Я Понял Что Я Проповедую Для Того Чтобы Получить Награду У У тебя Фамилия Не Коростелев А Коростелев У меня Так Часто Знаешь Буквы Какая Корыстная Мотивация У тебя Я Проповедую Давайте Еще Раз Я Проповедую Евангелие И Говорю Людям О Христе Не Ради Них Только Это Я Я Я Мотивация Но Я Я Понимаю Что Если Я Буду Проповедовать Евангелие Если Я Верю В Небеса Я Как Человек Божий Я Получу Награду На Небе Если Я В Это Не Верю А Верю В Только Что Это Делаю Ради Бога Ради Пастора Ради Еще Кого Ради Ради Всего Святого Ради Еще Чего это все здорово, я не хочу разрушить вашу веру, но я говорю сейчас про тебя и меня. К филиппийцам. Третья глава. Вы скажете, ну, Сергей, ну, что-то это какое-то субъективное откровение, ты вот как бы, ну, такой там, да, ну, проповедуешь Евангелие только ради себя самого, там, и так далее. Ну, что-то как бы с тобой не то. Братья, я не почитаю себя достигшим, филиппийцам, третья глава, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели и почести Вышнего Змания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. И другими словами, смотрите, совершенство христианина, один из, о, и один из блоков вот этого нашего с вами совершенства, это мыслить наградой на небесах. То есть смотри, другими словами, к примеру, пастор Дмитрий, да, он служит Богу и в церкви не потому, что, к примеру, у него есть личные амбиции только, не потому, что ему за это платят зарплату только, не потому, что, ну, потому, что он ожидает награду за пасторское служение на небе. Одних из вас я призвал апостолами, другими пасторами. Здесь что получается? Смотрите, то есть здесь начинается все состыковываться. Начинается состыковываться призвание, начинают состыковываться личные цели, начинает состыковываться миссия, начинает состыковываться небо. И другими словами, апостол Павел в другом месте, он говорит, помните, три важных вещи, он говорит, веру сохранил, течение совершил и что? Что такое венец? Награда. И теперь смотрите, жизнь христианина и наше с вами естество, наш с нами внутренний мир, мы служим, мы что-то делаем, мы живем на этой земле, то есть небесами и наградой на небе. И это не только послание в ревцентре, потому что мы когда были в ревцентре, да, помните, многие тут, ну я знаю, что были, люди говорили нам, нам служители говорили, если ты получил награду на земле, тебе сказали спасибо, ты ее тогда на небе не получишь. Получишь, получишь, все нормально. Награда от людей и награда от Бога, это разные награды, поверь. И, конечно же, Бог будет благословлять и на земле, это не значит, что мы сейчас должны стать такими, скажем, вот это Евангелие, все, мне надо отрешиться, уйти там и так далее, нет. Ищите же прежде Царство Небесное, и остальное, это все вам приложится, и еще правды его, и давайте сегодня я буду проповедовать правду, потому что только истина может сделать тебя свободным от религиозных взглядов, от твоей зашоренности, от того, что ты живешь и не можешь прорваться. И смотрите, теперь дальше. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить? И в 16 стих он говорит, впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Выдохнуть можно, можно выдохнуть. Но в чем проблема сейчас с церквей, нас с вами, верующих людей, которые давно в Боге? Мы достигли до определенного уровня, но мы так не живем. Я об этом чуть позже скажу. То есть, смотрите, у нас есть все обетования, есть все помазания, есть вся власть, но мы этим вообще не пользуемся. И мы даже не мыслим так о себе, мы до сих пор думаем о себе, что мы какие-то немощные, какие-то слабые, какие-то не такие, какие-то вот сякие. Мы до сих пор думаем о себе не так, как говорит Господь. Он говорит, ты достиг до чего-то, и мысли вот так, и живи по этому правилу самое главное. И подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. И еще, знаете, я увидел большую сложность, которую сейчас испытывают верующие люди многие. Мы живем старыми заслугами. Послушай, брат, сестра, ты живешь прошлым до сих пор. Он говорит, забывая заднее, простирайся вперед. Знаешь, когда человек совершает преступление и попадает на суд, на нас, земной суд, начинают доставать его характеристики, награды, ордена. Ему все равно говорят, 8 лет ты совершил преступление, твои награды не засчитываются земные. И ты до сих пор говоришь, да вот, я служил там 15 лет назад в центре, или вот я был когда-то лидером домашнего. И ты сидишь это и рассказываешь, ты уже как пенсионерка, как, знаешь, выживший из ума человек, который просто сейчас не делает ничего, а живет только своим прошлым. И ты хочешь, чтобы тебя оценивали, в том числе люди и Бог, на основании твоих прошлых заслуг. Представляете, вот у меня есть жена, и я ей говорю, я тебе дарил 5 лет назад цветы. Она говорит, подожди, ну как бы, а здесь сейчас что? Ты говоришь, да я вообще классный муж. Или ты говоришь, раньше вот я служил 15 лет назад, я был такой помазанный, классный, здравый служитель. А сейчас я вообще ничего не делаю. Ну вы меня, пожалуйста, посадите на первый ряд. За мои заслуги. Да я жизнь положил за тебя, пастор. Да. Пенсию мне дайте, зарплату мне навыдайте. И Господь, Он говорит, а вот через апостола Павла, Он говорит, нам надо вообще забыть, что было раньше. Нам надо сейчас начать двигаться и жить, аминь. Сейчас надо начать служить. Почему? Потому что есть награда. И будь ты хоть трижды ветераном, хоть четырежды помазанным служителем в прошлом, сейчас это не имеет никакого значения. Да, конечно, во многих церквях, я в таких был, знаете, там есть почетный какой-то там служитель. Он вообще уже как бы ничего не делает, он просто уже, ну, как бы как мумия, короче, на первом ряду там, знаешь, как бы сидит человек. Конечно, мы его должны почитать, еще что-то делать и прочее, но как бы у тебя, когда ты не служишь и когда ты не имеешь сейчас служения какой-то, у тебя нет власти. Потому что здесь нет пенсии, здесь нет как бы прошлого, здесь есть только здесь и сейчас. У Бога здесь есть только здесь и сейчас. И поэтому он говорит, все творю, все новое, просыпаешься утром, все новое, все твои награды земные аннулированы, забудь. К филиппийцам. Псалтырь 89, 12. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. То есть, смотрите, еще одна проблема, еще одна проблема вообще верующих людей. Мы в духе какие-то нормальные, классные, двигаемся, все-все здорово. Но вот жесть в жизни, в материальной, в каком-то эмоциональном интеллекте, в какой-то, мы вообще себе отчета не отдаем. Мы недисциплинированы вообще. У нас нет понимания, как нам управлять своей жизнью. Вот скажите, кто считает, давайте, можете не поднимать, просто, кто считает, что на данный момент он живет незаслуженной жизнью? Можете не поднимать руку, просто подумайте об этом. То есть, ты говоришь, я делаю, я служу, я пошу для тебя, я сижу целыми днями дома, занимаюсь с детьми, я весь в работе, я весь в бизнесе. Я вот незаслуженная жизнь у меня. И огромное количество людей, мы в этом находимся. А все почему? А все потому, что мы так и не научились управлять своей жизнью. И знаете, у верующих людей, вот есть три темы, три темы, кто пишет, можете записать. Смотрите, стремление, амбиции и действия. То есть, смотри, у тебя классное стремление, аминь. Ну, то есть, стремление у тебя уже классное. Людей спасать там, что-то, быть верным жене своей там или еще что-то. Также у нас у всех, у людей есть амбиции. Ну, даже вот, стремление у нас у всех на небо получить награду. А еще у нас у всех есть амбиции. Хочу ездить на нормальной машине, хочу жить в хорошей квартире, хочу одеваться нормально, хочу какого-то признания от общества. И тоже это хорошо, это нормально. Хочу проявиться, хочу раскрыться в своем потенциале, хочу раскрыть свои дары все какие-то. И у нашей амбиции еще есть, да? А еще есть третье. Это действие. Действие. И вот в чем вся проблема, что внутри вот этого христианина, внутри вот этого церковного человека, их таких 80% в евангельском христианстве сейчас, эти три вещи вообще не совпадают. Они просто три разных жизни. То есть, как эти, тебе приходят, допустим, говорят, слушай, у тебя какого? Я Богу хочу служить. А какие у тебя амбиции? А амбиции я хочу не быть в церкви там, к примеру, а где-то в других местах. Какие у тебя еще там амбиции? А действие вообще третье. И вот смотрите, если вы хотите заслуженной жизнью жить, друзья, вам нужно, чтобы ваши стремления, ваши амбиции и наши действия с вами совпали. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Или истолкование нужно? Это же простое Евангелие. Простое слово. То есть, у меня есть стремление, у меня есть амбиции, в хорошем смысле этого слова. Знаете, вот здесь, знаешь, амбиции от гордости. Нет, амбиции нормальные. Стремиться, достигать, расти, быть успешней. Процветать, быть более здоровым, быть более красивым, быть более благословенным. Ну так или нет? Ну это же заслуженная жизнь от Бога или нет? Или у нас какая наша жизнь от Бога? Страдать постоянно, быть грустными, ходить унылыми, в бедности, в нищете. И это не, знаете, не зашоренное слово Евангелие процветания. Это Евангелие Бога. Есть три состояния человека. Смотрите, жизнь в минусе. Жизнь в долгах постоянных. Причем это минус не только финансовый. Это минусы энергетики, здоровья и интеллекта и прочего. То есть, ты постоянно, тебе постоянно не хватает. Если у тебя такое в жизни, тебе постоянно не хватает. Это незаслуженная жизнь. Бог не эту жизнь приготовил нам с тобой. Есть другая еще. Это тоже христиане многие попали в эту ловушку. Они говорят, как у тебя, брат, дела? Как по финансам? На жизнь хватает. На жизнь хватает. На какую жизнь-то тебе хватает? Ну вот мне, моей семье. Это языческое мышление. Он говорит, если вы любите только себя и свою семью, вы также язычники поступают. То есть, и как бы, да, у вас классная семья, и чей-коопт, и можно сделать селфи, и выложить его там, не знаю, в нерезаграм, или еще куда-то, и показать мирским людям, которые развелись, что ты такой крутой, и что ты купил себе новую машину. Но у Бога вообще другая судьба для тебя и другой план. Мне кажется, вообще не понимаете, о чем я говорю. Это жизнь и жизнь с избытком. Но смотри, когда ты хочешь жить с избытком, это и есть твоя заслуженная жизнь. Скажи аминь громко на это. Аминь. Церковь дерева жизни, Новосибирск. Ты призвана к жизни, жизнь с избытком. Церковь, у которой избыток, которая благословляет, которая дает. Это судьба от Господа. Но твои действия, твои амбиции, твои стремления вообще другие. Они полностью не колерируются, никаким образом не совпадают. Чтобы это сделать, что нужно? Нужно просто сесть, набрать масло, не знаю, как бы, да, положить себе голову на руку, сказать, Господи, сделай что-то со мной, научи меня так счислять мое время, научи так это делать, чтобы мне приобрести сердце мудрое. Дай мне сделать свой жизненный план, дай мне понять, зачем мне выйти замуж, зачем мне иметь бизнес, зачем мне служить Богу, зачем мне проповедовать Евангелие, ответить на ключевые вопросы своей жизни. Большинство христиан на них так и не ответили. Ты 20 лет в церкви, и ты так и не знаешь ничего о себе. А Слово Божье, да, еще и говорит, смотрите, филиппийцам 2.21. Потому что все ищут своего. Да? С большинством пасторов, когда разговариваешь, их основная претензия, все ищут своего. У Бога одна и основная его предензия, все ищут своего. И вы скажете, ну, как бы это, как что-то, ну, мы как не можем своего искать, у меня же есть какие-то свои планы, там, заслуженная жизнь-то нам только что проповедовал и прочее. Но дальше написано, смотрите, а не того, что угодно Иисусу Христу. Я недавно в воскресенье в церкви проповедовал об этом, целое слово говорил, смотрите. О, Господь, Богу, Богу, не важно, Он разрешает искать своего, но только если это угодно Ему. То есть, смотрите, другими словами, ты можешь искать своего в Боге. То есть, что значит своего? Это значит, что когда ты в Боге, и когда ты понимаешь, зачем ты призван, и когда ты понимаешь, что ты ищешь прежде Царствия Небесного, Бог тебе говорит, да без проблем, пусть тебе прикладывается, вообще никаких проблем нет. Ищи, у тебя есть амбиции, сын мой, дочь моя, реализуй их во мне, реализуй их во мне, не реализуй их в этом мире, не реализуй их где-то там, не знаю, на какой-то папере, типа панели, там еще где-то. Реализуй их во мне, сверься со мной, ты хочешь мудрости, сверь свои часы со мной, зайди в коннект, Христос говорит, зайди в коннект со мной, сверь свои планы со мной, убери то, что тебе не нужно, отмети это. Знаете, нам с вами нужно не только заниматься тем, чтобы найти, что нам делать, нам очень часто нужно найти, что нам не делать, и что в этой жизни не угодно Богу. Потому что мы сейчас все до того загружены, до того перегружены, до того многозадачны, что нам нужно постоянно обрезание делать, обрезание своей жизни. Нам нужно счислять это, нам нужно говорить с Богом о себе в хорошем смысле этого слова, не только молиться, Господи, благослови меня, благослови меня, но чтобы мы с вами сверяли свой внутренний компас с Богом и понимали, а не ищу ли я сейчас просто вообще своего в жизни, а или я все-таки ищу Божьего, и в этом Боге есть и мое. Бог, Он такой, Он любит тебя и меня. Аминь. И смотрите, теперь к практике. 1 Тимофея 4,16, это про то, что я уже говорю. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. То есть, смотрите, мы очень хорошо научились вникать в учения, библейские школы, домашние группы, проповеди и прочее. Но я хочу задать тебе честный вопрос. Когда ты последний раз ставил стул или стол с Богом, садился с ним и говорил с ним честно о себе? Когда это было последний раз? Когда ты плакал перед ним, когда ты говорил с ним о себе, когда ты задавал ему вопросы, когда ты вникал внутрь себя, потому что Царство Божие, оно говорит, что я, что, ну, Царство Божие внутри меня. И так, Он говорит, ты поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. И это, знаете, это не про, вот я часто перед светскими людьми выступаю, там еще где-то, это не про медитацию. Это не про, как бы, какую-то, знаете, диалог с самим собой, но это диалог с Духом Святым, который есть в тебе и во мне, когда мы родились свыше. Потому что Господь говорит, я вдохнул в тебя дыхание в жизни, мое Царство есть внутри тебя. Активируй его, активируй его. Вникайте в себя, изучите себя, погрузитесь в себя. Однажды в одном американском аэропорту Кеннеди журналист проводил опрос на тему, что, по вашему мнению, является самым отвратительным на свете. Люди отвечали разное, война, бедность, предательство, болезни. В это время в зале находился монах, и он, когда подошел к нему, он спросил, монах задал встречный вопрос ему, кто вы, у журналисту. Он говорит, я Джон Смит. Он говорит, нет, это имя, кто вы. Я телерепортер такой-то компании. Нет, это профессия, но кто вы. Тот уже взбеленился, начал раздражаться, он говорит, я человек, в конце концов. Нет, это ваш биологический вид. Кто вы? И репортер наконец понял, что явил в виду монах, и он застыл с открытым ртом, так как ничего не мог сказать. Монах заметил, вот это и есть самое отвратительное на свете, не знать, кто ты есть в Боге. Ходить в церковь, служить Богу и все делать, но так и не понять, кто ты в нем. Второй вопрос. Этот вопрос мне задал один очень умный человек, и он меня спросил. И этот вопрос не он придумал, но не суть, смотрите. Вопрос такой. В чем ты меришь? Или в чем ты мерил? Представь себе, что ты живешь последний день своей жизни. И вот если ты задашь себе откровенно, по правде, по истине этот вопрос. В чем я мерил? В чем я мерил свою жизнь? Кто-то раньше, когда употреблял, делал это в каких-то грехах. Кто-то сейчас мерит свою жизнь в деньгах. Кто-то в открытых филиалах. Кто-то в членах церкви. Кто-то в членах домов. То есть все мы в чем-то мерим. И это очень важный, ключевой вопрос, который мы себе должны ждать для того, чтобы нам понять вообще свою жизнь, свое предназначение. В какой единице измерения я нахожусь на этом этапе жизни? И вообще моя главная единица меры, главная моя единица измерения, она какая? Что это? Спасенные души, измененный характер. Я не буду себе подсказки давать. Деньги, бизнес, служение. То есть в чем ты меришь? В детях, может быть. В счастье. Я уже делал этот опрос многими людьми в отношениях. То есть у нас у каждого есть мера. Я не буду читать все это место, чтобы уже искориться, но вы потом можете прочитать это. История про Валтасара. Помните, когда огненные буквы писались на стене? Я прочитаю самый конец, вы потом найдете. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это. Не вознесся против Господа небес, сосуды дома его принесли к тебе. И ты, вельможи твои, жены твои, наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. Ты не прославил. То есть вот это все, что есть в твоей жизни, это дал Бог, ты не прославил его. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано. Мене, Мене, Текел, Упарсин. Вот и значение слов. Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медианам и персам. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу, возложили на него и так далее. И в ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит. И Дарий, медианин, принял царство. И смотрите, что здесь нужно нам понимать, что мы стали слишком весомые в своих глазах. Мы думаем, что мы достигли уже чего-то. У нас есть какой-то статус в духовном мире, у нас есть какой-то статус в церкви, у нас есть какой-то статус в жизни. Но Господь говорит, подожди, дорогая, дорогуша, я сейчас взвешиваю тебя, и ты не весишь ничего вообще в духе. В духовном мире ты как пушинка. Ты скажешь, да нет, да как бы я там твоим именем бесов изгонял, я там в церковь ходил, я там еще что-то сделал. Он говорит, отойди, я не знаю тебя, делаю еще беззаконие. Отойди, я вообще не понимаю, кто ты. Когда мы в последний раз говорили с тобой по-настоящему. Когда ты приходил к Богу, и ты приходишь к Богу и говоришь, Господи, я вообще ничего не понимаю, вообще ничего не знаю, наполни меня, дай мне, скоординируй мой маршрут. И знаешь, когда ты приходишь в весомом состоянии к Богу, развалившись там и так далее, то потом начинает Бог приходить в твою жизнь, начинают суды. И начинает появляться рука на стене, которая пишет что-то в твою жизнь. И смотрите, Псалтырь 17, 20. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Бог благоволит ко мне. И от чего Бог избавить должен? Скажите, только ли от грехов, только ли от там блуда, внешних каких-то вещей? Нет. Бог хочет избавить нас. От нашей мелочности, от нашей жадности, от нашей зависти, от нашей скорезности и так далее, и так далее, и так далее. И Бог говорит, подожди, я хочу что-то с тобой сделать, я хочу тебя изменить, я хочу выбить тебя из твоей религии, из того, что ты уперся как бы в свои вот какие-то взгляды и так далее. Бог говорит, я хочу сделать так, чтобы ты вышел на новый уровень. Аминь. И смотрите, духовный карлик скорее поставит под ножку, ведь это его стихия путаться под ногами. И мы видим огромное количество в церквях людей, кому-то, может быть, не нравится то, что я говорю, но знаешь, это Бог говорит. Мы начинаем копаться в мелочах, мы начинаем копаться в грязных трусах, мы начинаем копаться в служителях, божьих людях, своих братьях, сестрах. Мы просто погрязли вот в этом всем, хотя Бог говорит, подожди, у меня для тебя вообще другой масштаб. Знаешь, когда Сергей Коростелев был здесь в городе Новосибирск, это была версия 0-0, я бегал по Кропоткино, у меня была такая кепка на бок. Потом, когда я пришел к Богу, да, я стоял на этой сцене без ничего, помазанный, за меня возложили руки, помолились, у меня 5 тысяч мне дали, меня благословили. Это была версия 1-0. Ну, знаешь, я был в этой версии 1-0, я, может быть, еще ничего не имел, может быть, еще ничего не было, но Бог уже видел меня таким, и я согласился с этим. Я сказал, нет, этот парень не будет жить так, как жил раньше, я буду жить другую жизнь. Сейчас я миллионер, долларовый миллионер, и это правда, это можно подтвердить активами. И я сейчас не говорю я, я говорю, это сделал Бог, потому что я принял в свою жизнь этот вызов и начал платить цену. Я согласился, вот этот парень, стоящий на сцене, он согласился с тем, что вот этот человек, это и есть я. И знаешь, сейчас я живу свою, по инфо-цыгански, свою точку Б, то есть я сейчас живу свою точку Б, о которой этот парень не мог мечтать. Я просто смотрю свою жизнь сейчас и понимаю, что, эй, Сергей, привет, я здесь. Но это еще не все. Знаете, в чем проблема меня и многих других людей? То, что мы хотим остановиться на вот этой версии 1.0. То есть Бог взял тебя, выдернул тебя из греха, и ты теперь такой чистый, чистая, святая, благословенная, у тебя на жизнь хватает, у тебя все хорошо. Аллилуйя, деточки мои, ты пастор, му-му, десятина. И мы встали, встали, и мы стали, как только мы встали, мы перестали, забывая заднюю простирацию вперед, и мы говорим, да, я религиозный человек, и все. И это религия, религия, религия. Потому что однажды я, да было со мной полтора года назад, я сел, и я просто понял, что я достиг в жизни всего, о чем мог мечтать только вот этот парень. Слышите? И я ужаснулся, потому что я понял, что если сейчас я что-то не сделаю со своей жизнью, ни кто-то сделает, ни Дима Фомичев, ни епископ, ни пастор мой, ни церковь, если я лично не приду к Богу, ни что-то не сделаю с собой, и я пришел к Богу и задал ему вопрос, Господь, каким ты видишь меня там? Я начал вспоминать все пророчества, которые Бог говорил обо мне. Апостол Павел говорит, не неродей, вспомни. Я вспомнил, что когда я сидел в центре, мне один брат, Дима был такой, он говорит, я вижу, тебя будет личный водитель возить. Все ха-ха-ха-ха-ха. А, не так было, я говорю, я, когда дальше, меня будет возить личный водитель. Все ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он такой говорит. Знаешь, когда у людей, если Бог что-то говорит, глаза закатываются, глаза закатились чуть-чуть. И он такой, будет. Я сейчас не про личного водителя, я говорю про то, что смотрите, мы можем остановиться, мы можем, ну как бы в Господе остановиться вот в этой версии в себя, потому что многие из нас сейчас, друзья, мы живем жизнью, которой тем мы даже не мечтали. Мы даже не мечтали. Я сел и начал просто там ставить себе другие цели. Я начал ставить себе огромные, крупные цели, потому что понял, что Бога в моей жизни могу только я ограничить до Него. Начни сжить эту версию себя. Я помню, когда я приехал в Тюмень, дайте мне еще немного времени, я понимаю, но смотрите, очень важно, когда я приехал, и у меня вообще ничего не было. Я помню этот момент, мы шли с братьями, мы все вместе приехали на миссию, у них даже положение финансовое, любое было лучше. И я помню, что я принял для себя решение, что я буду жить той жизнью, тем человеком, которым я хочу стать. И это в первую очередь жертвенности касается, щедрости. Если я хотел жить человеком, который будет щедрым, который будет благословлять, который будет что-то делать, то мне нужно уже сейчас становиться. Я помню, у нас было две пиццерии, одна там дешевая, где тараканы бегали и толстое тесто. А другая с красивыми официантками вежливыми, понимаешь, им можно было попроповедовать, и никто не кидал тесто в лицо там. И мы подходили вот так, и просто два мышления, два человека, те же самые братья, мы живем все в одной квартире и прочее. А они говорили, пойдем туда, в эту пиццу Мия там, или как она называлась. Я говорю, да ребят, пойдем туда, мы ходим раз в две недели в ресторан. Ну, даже это не ресторан, а что это тогда было, ну, кафе. Я говорю, пойдем туда, они такие, да там на 50 рублей дороже, да какая разница. Вы что хотите? Есть? Вы алчите? Или вы хотите прийти в ресторан, чтобы провести время? Они говорили, там тесто толще, там лук, чеснок. И я не шел с ними. Вот послушай, формула успеха. Можно уже только это, стоит секселярт, то, что я сейчас скажу. 10% знания всего. Ты можешь знать вообще все, обо всем все выучить, но это только надмит тебя. Тебе нужно 10% знания. Поставил план, записал задачу, недавно, да, говорил, зачеркнул, сделал, зачеркнул. Это дисциплина называется. Тебе нужно 10% знания, 40% действий получил, сделал сразу. И 50% окружения. Аминь. Потому что иногда нужно сделать выбор в пользу Бога и в пользу версии лучшей себя. Аллилуйя. Я шел в эту пиццу, сидел там один. Потом через какое-то время там это начало все-все обрастать. Там проповедовал Евангелие и так далее. И сейчас, извините, где я, где эти братья? Они до сих пор штукатурят стены. И это опять же я не хвастаюсь, это просто выбор твой и мой. Аминь скажи. Можно, дайте, я буду заканчивать, я хочу показать. Когда, да, сейчас попрошу, Катя. Смотрите. Я написал книгу. Серьезно. Вот этот парень, который прошел центр, который стоял тут в шарфее без ничего. Я мечтал с детства написать книгу. Я написал книгу. Нет, вы не понимаете, друзья. Подождите. Смотрите. Нет, вы не понимаете. Кто из вас написал книгу? Но ты не пишешь ее, сестра. Вы пишете, пишете, пишете. Где книга? Когда я сидел там и молился с Богом, я написал свои цели. И в чем вся история, друзья? Что Господь, Он нам дает возможность закрывать свои цели, если мы будем действовать. У меня была амбиция, слышите? У меня было стремление написать книгу. И у меня были амбиции, нормальные, здравые амбиции написать книгу. Когда мой сын читал книгу, я плакал. Он говорит, папа, я хочу залить себе в голову. Я привез, кстати, с собой всего шесть книг. Кто хочет, может приобрести. Они здесь с собой. И здесь тоже есть очень много о целях. Смотрите, к чему я хочу сказать, что стремление, амбиции и действия не совпадают. И мы будем уже сейчас молиться. Я хочу вам проиллюстрировать одну картину. Вот смотри. Ты устал и устала. Да? Был хороший рабочий трудовой день или служение. Может быть, ты в церкви разбирал проблемы какие-то. Ты пастор в церкви. Может быть, ты бизнесмен. Может быть, ты просто пенсионерка. Вот ты устал или устал, или домохозяйка. Ты идешь там, вот у тебя авоськи в руках, не знаю. Ты идешь с работы. Думаешь, сейчас приду домой. Вот отдохну сейчас. Вот классно будет. И ты за городом, ну как бы, да, вот за городом чуть-чуть. Чуть-чуть за городом. И ты так подходишь к городу, ну или к району своему. Видишь там какая-то толпа, что-то происходит такое. Что-то такое, что-то такое, какая-то тема. И ты такой думаешь, да, маленько вот, ну, понятно, домой хочу маленько. Ну вот, ну вроде и рядышком. Ну подойду, поинтересуюсь, что же это такое. Ты подходишь, видишь там толпа, полицейские, солдаты с оружием, крики, пыль такая. И ты видишь, что идет человек. У него на спине крест. У него на спине крест. Это вообще к тебе не имеет никакого отношения. В твоей жизни, в твоем мышлении это никакого отношения. Потому что у тебя дом, семья, работа, детки тебя дома ждут. Инстаграмчик. Умыться, помыться, поужинать. А может быть это вообще, это еще перед выходными. И ты такой, а, такая, сейчас выходные. Выходные, суббота, воскресенье. Время классно проведем. Киношку посмотрим. Супчик сварим, аллилуйя, хорошо. А потом в церковь в воскресенье, в Синагогу. Здорово. И ты подходишь, и тут просто этот человек, он падает. Падает. Пыль такая. Все такие, а, там, его начинают бить. Он не может встать. И тут просто один из полицейских этих, один из этих солдат поворачивается. И говорит, ты, иди сюда. Ты такой, такая. Кто? Ты, ты. Иди сюда. Иди сюда. В смысле, я домой. У меня вот дела, как бы. Иди сюда. И там написано, заставь. И в этот момент твоя жизнь. Вообще. Какая работа, какой дом. На тебя взваливают этот крест. Этого человека берут под руки, тащат у него под ноги по земле. Кровь. Тебя взваливают. И вот уже удары. Тебя еще не бьют, но удары уже рядом под земле. Знаешь что? А ты забыл и забыла про всю свою усталость. Ты забыла, забыла про своих детишек. Еще про что-то. Ты просто несешь крест. Ты думаешь, какой позор. Какая жесть вообще в моей жизни происходит. Ты несешь его в гору, на эту Голгофу. Ты понимаешь, думаешь вообще. Как такое с одной могло произойти. Вот я встрял. Вот я встрял. И в какой-то момент С тебя его снимают. И вот уже все. Толпа проходит мимо. Ты стоишь на дороге. Какой ты сюрреалист. Как это вообще со мной могло произойти? Ты знаешь? Да, да. Это история про Симона Кирянина. От Луки 9, 23, 24. Ко всем же сказал. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя. И возьми крест свой. И следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот и сбережет ее. И вот смотрите. Жизнь этого человека изменилась. Мы не знаем его дальнейший путь. Можно спросить у Дмитрия. Он пастор, богослов. Он нам расскажет. Но вся история идти к цели с Богом нереально без креста, друзья. Она нереально без призвания. И может быть, вы хотели, чтобы я вам дал только какие-то инструменты. Но инструмент это истина о кресте. Я думаю, что Бог побуждил меня сказать об этом сегодня. Потому что это послание для тебя, вот для тебя, церковь. Кто-то мы с вами забываем об этом кресте. Если мы хотим достигать целей, искать своего, нам это нужно делать в Боге, неся свой крест. Аминь. В заключении я хочу помолиться и знаете, я когда представлял себе эту картину, я поставил себя на место этого человека. Вот я иду домой. Вот я возвращаюсь. Как вы думаете, он побежал после того, как его били плетками туда, на долгов? Нет, он пошел домой. Потому что он был в шоке. И знаешь, есть очень многие вещи в твоей и моей жизни, которые нам очень неудобны, очень неприятны, очень нам кажется неудобно с ним. Но Господь здесь говорит, тебе не нужно брать мой крест. У тебя есть свой. И он пришел домой к своей жене, к детям. Он какое-то время даже разговаривает с ними, они такие, что случилось, что ты везешь? Потом он уже не смог жить иначе. Аминь. И моя молитва, знаете о чем? О том, чтобы церковь в каждом ее служителе, каждом его человеке поняла свое призвание и предназначение в Боге. сопоставила сопоставила со Словом Божьим, сопоставила это с пастором. У меня такой вопрос, когда кто-то из вас последний раз приходил к священню и говорил, послушай, недавно Бог побудил меня заниматься международным служением предпринимателем. Когда я начал говорить об этом жене своей и так далее, но она уже все, она понимает, что я безумный уже как-то там. я помню, как я пришел к Евгению и говорю, слушай, хочу вот этим заниматься. Помолился и благословил. Очень важно, смотрите, нам находить ответ от Бога в своем сердце, сопоставлять свои цели, свои какие-то желания, чувствования, свои стремления, свои амбиции сопоставлять с Ним и понимать, что Бог, Он призывает. И знаете, я может быть дам вам одну тему, но может вам Бог откроет. Не всегда бывает так, что Бог скажет вам. Очень часто вы можете прийти к Богу и сказать, Господи, я вот этим хочу заниматься, у меня есть к этому стремление, меня что-то внутри побуждает, я не понимаю, ты или нет. Сопоставить это с Богом, сопоставить это с пастором, сопоставить это с видением там церкви, сопоставить это с женой, со своей или с мужем. И Господь благословит. Аминь. И знаете, несмотря на то, что мы с вами классные, ну вот просто как вот, знаете, как люди. Ну, то есть, вот мы вот не курим, не пьем, женам своим, мужьям не изменяем, мы вот там одеваемся хорошо, ну, накормлены, обуты и сыты, но как вы думаете, это и есть наше призвание, предназначение? или может быть, есть что-то, нечто большее? я еще одно свидетельство в конце скажу. Мы жили в съемной квартире, не знаю, то, что книги про это написал. Я был таким же, как вы и многие, ничего, что я вот, да, не отделяю от себя, но просто я жил такой же жизнью, как большинство многих церковных людей. То есть, я занимался служением, у меня было несколько служений в церкви, я имел жену и двоих детей, у нас был какой-то финансовый достаток, у меня был бизнес, ну, такой средний, небольшой какой-то бизнес, который, в принципе, нас кормил. Да, мы уже подумывали там о покупке собственной квартиры, какие-то планы, цели, мы вот жили вот так вот и так далее, и как бы все вроде классно, классная, благочестивая, замечательная жизнь, это же прекрасно, да, это же здорово, ну, вот этот парень, он как бы даже мечтать об этом не мог. Я стою на балконе, и Господь мне говорит, 36,6, 36,6, я пошел, набрал в интернете, 36,6, температуру проверил, я очень чуток голоса Духа Святого, проверил температуру, и температура была нормальная, в интернете такая, есть сеть аптек 36,6, может, мне надо в нее сказать, я догадался задать Богу вопрос, что это значит, и Господь мне говорит, начни говорить обо мне публично, я начал блог в интернете, кто знает меня давно, вы знаете эту историю, я начал писать посты, подписались, подписались Маша Белоусова на меня, теща, собака, еще несколько людей, которых я заставил, Маша была самым главным моим фанатом, тоже очень важно служителям, ну, как бы, поддерживать, пастор бы тоже мог, но у него не было как-то социальных сетей, и знаете, никто не подписался, никто не ставил лайки, я писал километровые посты, каждый день, дневник для сына я писал в течение года, и через несколько месяцев я пришел на балкон, и говорю, Господи, мне зачем это надо, у меня и так все хорошо, я вот служу в церквушке, все классно, люди растут, там каждую неделю кто-то по литву покаяния вроде читает, а вроде немножко не каждая, вот там, и Бог говорит, да, без проблем, не хочешь, я другого пошлю, не хочешь, я другого пошлю, я говорю, нет, Господи, вот я, возьми меня, это очень неудобно, это некий крест, это не давало никакой славы, никаких денег, ничего вообще, это никак не мои амбиции не закрывало, которые в каждом из нас есть, это просто труд, и я сказал, нет, Господи, я согласен, знаешь, Бог проверял мое сердце, готов ли я, и за эту ночь ко мне добавилось больше тысячи человек, я проснулся утром, лайки, комментарии, обсуждения, злостный служитель Мамона, там, чего только не было, и хорошее, и плохое, и все, и вот момент истины, помните, минута славы произошла, потом меня часто спрашивали, и сейчас больше полмиллиона человек подписаны на социальных сетях, я такой же, как и многие из вас, парень Скоропоткина, и дело не в том, что я крутой, все дело в том, что я ставлю свои цели с Богом, и согласен платить за эту цену, вот и все, и знаешь, ты ничем не хуже, и ничем не лучше, мы все в Боге, равнозначно приняли веру, и поэтому, какая-то моя история, мое свидетельство для вас, оно, конечно, может быть вдохновляющее, но, Бог приготовил для тебя, не меньше, поверь, не меньше, но тебе нужно понять, тебе не обязательно, может быть, становиться блогером, да, или бизнесменом, тебе нужно понять, кто ты в Боге, аминь, аминь, господь, мы славим тебя, мы благословляем тебя, Иисус, знаете, понимаете, а ведь цель Иисуса Христа, это Голгофа, это крест, аминь, это крест, вся его жизнь, это была жизнь, это была жизнь ко Христу, ко Христу, и его родные, его близкие, его семья, его апостолы, они постоянно пытались сбить его с этой целью, то говорили, трекущие, то говорили, домой пойдем, борщ сварила, мама приходила с братьями, что ты тут сидишь в церкви, пойдем домой, там борщ готов, ну или что они там делят, и Христос, он 33 года, молодой парень, ничего в жизни не увидел, он всегда говорил, моя цель это крест, моя цель это крест, и просто представь себе на минутку, что бы произошло, если бы в Гефсимании, когда Христос молился, и он как человек, как и мы с тобой, он молился и говорил, да менет меня чаша сей, да менет меня чаша сей, и знаешь, очень часто Божье призвание, Божье предназначение, и Божья цель для нас, она не вписывается в масштаб нашей личности, в наше сознание, в нашу веру, мы не готовы к этому, но дальше он говорит, но будет воля твоя, а не моя, и нам с вами нужно, как и Христу, понять центр нашей жизни, это все-таки крест, это все-таки крест, твой, он говорит, возьми крест свой, и дальше, миссия Иисуса Христа, она тоже очень простая, чтобы все люди спаслись, и достигли познания истины, и есть беспроигрышный вариант, братья и сестры, чтобы моя личная миссия, мои какие-то амбиции, стремления, и чаянии, они совпадали с миссией Иисуса Христа, аминь, с миссией Иисуса Христа, Господь, мы славим Тебя, благословляем, мы молимся, чтобы Твое сердце было нашим сердцем, и Твои цели были нашими целями, чтобы мы зашли в Твое призвание, в Твою судьбу, в Твою миссию, чтобы мы верили и знали, Господи, свое предназначение, я молюсь, чтобы тот, кого коснулось сегодня, пришел домой, вечером или утром, может быть, назначил свидание Христу, встречу с Ним, Господи, дай нам ставить свои цели с Тобой, цели с Богом, стремиться к высшей почести во Христе Иисусе, мы славим Тебя и благодарим, я благословляю Церковь, дерево жизни, благословляю здесь служителей, пасторов, сестер, предпринимателей, сотрудников, соработников, Господи, благослови, чтобы Ты дал жизнь и жизнь с избытком, во имя Иисуса, чтобы жизнь и жизнь с избытком она была, чтобы мы как церковь, как божьи люди, имели избыток в финансах, во имя Иисуса Христа, в вере, в эмоциях, в здоровье, помазание, чтобы у нас был этот избыток, и мы могли бы делиться, чтобы была эта щедрость, Господь, в церкви, во имя Иисуса, слава Тебя, благословляю, Дмитрия, Гульнару, благослови, чтобы здесь поднимались делатели, которые будут ставить планы вместе с Тобою, Господь, которые будут достигать их, действовать, закрывать задачи во имя Иисуса, и пошли этих делателей на жатву Твою, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, еще у нас есть классный, замечательный, мощный проект Охотники за мечтами, да, это благотворительный проект, который мы делаем командой, это тоже наше служение, мы берем детей с многодетных семей, с одиноких, с особенностями развития, то есть это аутисты, инвалиды, или просто талантливые дети, и мы также им раздаем удочки, то есть мы им не просто финансово помогаем, мы им даем возможность развить свой дар и талант в долгую, к примеру, да, там, научиться петь, научиться играть на скрипке, стать спортсменом, то есть мы помогаем в длительную, в долгую этой семье, этому ребенку, и через это мы им проповедуем Евангелие, как всегда, делами. Здесь будет информация об этом служении, вы также можете найти ссылку, или сделать, ну, себе, да, с телефона, навести камеру на скриншот, и сделать добровольное пожертвование, то есть все эти деньги, они в прозрачную уделяются на благотворительность, и если это есть в вашем сердце, и вы хотите стать одним из этих миллионеров в будущем, или, возможно, уже вы сейчас, да, филантропов, то добро пожаловать. С вами был Сергей Коростелев и проект «Бизнес по-честному». Помните, что честным быть выгодно, и да благословит вас Господь! Продолжение следует...